Друзья, всем привет! Завершение настройки ГБО на Рено Дастер ГБО Диджитроник Так, вот с прошлых серий Кому там интересно, можете зайти на Плейлист ГБО на Opel Moco И посмотреть Начну я уже на опыте Что я вам могу рассказать Ну, я, во-первых, сохранил файл настроек И его, в принципе, вот Заново возобновил Это еще с прошлой Ну, если у вас будет новая настройка Диджитроника Соответственно, сначала вот здесь вот Вы в настройках Все это дело настраиваете Ну, ставите, какие у вас параметры Какие форсунки там, и так далее Проводите автокалибровку Нажимаете У вас должно там На зелененьком быть Показать вам, что форсунки в порядке Ну, можно вот, кстати Что-то вот мне уже говорит Что у меня размер штуцера Очень маленький Ну-ка, старт Было все в порядке со штуцером Сейчас вот он будет По одной форсунке Вот здесь вот Справа вверху П1, П2, П3, П4 Это бензиновые форсунки Г1 Это, соответственно, газ Сейчас он будет По одной включать И проверять Размер штуцера Ну, до этого у меня Все нормально показало Значит, сейчас Размер штуцера 1 1 И Не, вернее 2,4 Диаметр штуцера Ну, вот он включил Первую форсунку И так вот Изрядно машину затрусило Ну, предварительная настройка Я вот только что Прям вот проехался Здесь От и до И мне Ну, мне понравилось Дальше После автокалибровки Вы переходите Вот Вам нужно будет Вот эта Панель Значит, если были ранее настройки Два крестика Нажимаете Удаляете карты Дальше ставите Вот здесь вот галочку Это автоматический подгон Там чего-то-то там Множителя И ставите галочку Вот здесь Вот в это окошко Галочку И вот в это И все И больше делать ничего не надо Дальше вы ездите И собираете сначала Бензиновую карту У вас должно вот здесь Вот все исчезнуть Ну, превратиться в зеленое А потом переключаетесь на газ Собираете газовую карту Здесь у вас будет Место нуля Тройка Три раза пройдет сбор этой карты И после этого уже Вы сможете Пользоваться Газом Так Ну, смотрите Вот после автокалибровки У меня все настройки сбросились Что и требовалось доказать Осталась вот бензиновая карта Она настроена А газовой карты нет И мне показывает Что размер моего штуцера Очень маленький Ставим эту галочку И будем опять Собрать газовую карту Ну, вот как-то так Друзья Ну Я тогда увеличу Наверное все-таки Немножко размер штуцера Ну, так как он Маленький у нас Просто странно Предыдущая Показывала Что нормальный Размер штуцера А тут вот Маленький Как вы видите Да Ну, все Продолжу это видео Уже С окончательными результатами Все Все, ребят Настроил я газ Значит, вот Посмотрите Сейчас Ну, только тронулись Температуру Еще нету двигателя Там на 30 градусах Переключается Ноутбук я уже убрал Все Настроил Газовая карта Газовая карта Встала Так же, как Когда-то На Opel Мока Один в один С помощью Вот этих волшебных Диджитронис Сказких Двух кнопок Там Множители Вы ставите Галочку Автоподстройка Множителей И галочку Автоподстройка Что-то там Короче, еще Автоподстройка И таким образом Ездите Наезжаете Бензиновую карту Газовую И оно все Там Само Автоподстраивается Сейчас Едем в горку Небольшую Вот Посмотрите Ну и где-то Вот в этот момент Должно быть Переключение Газ Бензин Ну пока Только Произошло Переключение Передачи Все еще На бензине Едем А, вот Произошло Переключение На газ Вот, посмотрите Теперь мы едем На газу Давайте Я остановлюсь Еще Остановился Вот сейчас Отключена Первая передача Ну, Д И смотрим Я переключаю Что там Будет показывать На приборке Вот он На бензин Переключился И вот На газ В общем-то Ничего Не происходит Чуть-чуть На бензине Падает Ну, это Потому что Как бы Вы же понимаете Что переключается Просто сцепление Вот На автомате Так, телефон Чуть-чуть уронил Сейчас мы Посмотрим То же самое Только Уже На На нейтрале На нейтрале Так, сейчас работаем На бензине Видите, не горит Переключаюсь На газ Смотрим На тахометр Ничего не произошло И машина И машина Даже не Труханулась Переключаемся Обратно На бензин Мне кажется Это просто Он холодный Сейчас Давайте Двигатель Еще чуть-чуть Прогреется И я Еще раз Сниму Это видео Эту съемку Значит Но смысл Не в этом Смысл Не в том Как он там Переключается Бензин Газ Смысл В том Что это Все реально Заработало Значит То Что мне Показывало Что штуцер Штуцер Показывал Что Вернее Программа Показывала Что слишком Маленький Диаметр Штуцера Я его Рассверлил Он у меня Как вы помните На Opel Moco Был 2,2 Миллиметра Кстати Рассверливал Обычные Красные Вот эти Жиклера На Эбэшных Форсунках Которые Изначально Идут 1,6 Миллиметра Диаметр Значит 2,2 Был на Moco Здесь Я рассверлил 2,5 Здесь Двигатель Двухлитровый На Moco Был 1,8 Литра Ну и На Moco Я помню Что он Чуть-чуть Тоже говорил Что ему Немножко Они маловатые Но Тем не менее Ездил Опелечек Все нормально Ну Как-то так Я думаю Здесь Все-таки Длина шлангов Здесь 23 сантиметра На Дастере Их просто Короче Не получается Сделать Вот И я думаю Что из-за Длины шлангов При холодном Еще Не совсем Прогретом Редукторе Вот Может быть Такие Скачки В переключении Ну Как-то Так Вот А вообще Работает Все шикарно Я уже Один бак Выкатал Это уже Вот Заправка Была Ну И кстати К слову К делу Вот Показывает Три рисочки От бака Значит Я их там Тоже в программе Все это устанавливается По вольтажу Там Мерите Короче говоря Нужно взять с собой Ноутбук Я просто Это делал Еще давным-давно На Opel Moco На другой машине И я напоминаю Что этот газ Я просто переставил С той машины Да На эту Значит Вы там Замеряете Ну Вот Короче говоря Проехали Там 50 километров То есть У вас Что-то С бака По топливу Ушло Вы Этот же Вольтаж Устанавливаете В программе На там Вторую риску На третью риску Потому что Датчик С бака Показывает Все-таки Вольтаж Сопротивления Значит Дальше Проехали 100 километров И так далее И тому подобное И так вот Вы выставляете Его Значит Я вот Поехал Проехал До заправки Кстати До заправки Я проехал 89 километров Ну и вот Одна рисочка Ушла От бака Соответственно Где-то На 100 километрах По идее Уже будет Две рисочки Примерно Кстати По наблюдениям Вот если на бензине Она мне показывала Расход Расход Где-то 10,5 Бывало Что даже Там Если по трассе Едешь 9,0 А вот Здесь Ну Вот Как-то так 13,6 И Почему-то Почему-то Все-таки Мозг Он как-то Понимает Что ли Что там Стоят Чуть-чуть Другие форсунки Что там Чуть-чуть Другое Сопротивление Пошло Не знаю Я Как это Вообще Почему Отображается Это Здесь У меня На Opel Такого Не было То есть Opel Показывал Четенько Как Ну Как По бензину Так и По газу Он Вообще Не Соображал А Эта машина На газу Показывает Больше Расход Чем На бензине Причем Я тоже Пробовал Мне стало Интересно Я первый Бак Когда Выкатал Вот такая Была Цифра Я Переключился На бензин Проехал На бензине Порядка Пятидесяти Километров И Бензин Показывает Девять Девять С половиной Литров А вот Газ Вот Чуть Больше Вот И тут Дело Не в Настройках Во-первых Газа И так Машины Всегда Немного Больше Едят Это Нормально Здесь Дело Видимо В самом Мозге Самого Дастера Ведь Они У них Мозг Комбинированный И он Изначально Там И под газ Тоже Заточен Просто Это Все В нем Неактивно Есть Газовые Варианты Этого Дастера Но Как-то Вот Так Что Имеем То Имеем Вот Ну а По факту Посмотрим Ну Пока Вот Одной Рисочки Хватает Да Там На 100 Км Грубо говоря Ну Пока Все Норм Тот Бак Я выкатал За 200 Км Но Тот Бак У меня Лежал Он Был Почти Полный Но Он У меня Лежал Несколько Лет В гараже Просто Не Несколько Лет А год Да Год Я Опеля Продал В декабре Прошлого Года Сейчас Почти Декабрь 19 Год Лежал У меня Бак Соответственно Там был Старый Газ В баке Возможно Еще Какие Отложения Ну Как то Так Короче Видео Это Такое Бла 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 Продолжение К тому Ролику Вот Ну И Я Уже Тут Почти Доехал Везде Пробки Сейчас Мы Остановимся Где Небудь И Еще Раз Попробуем Переключиться И Посмотрим На то Как Дергается Не Дергается Стрелка Вообще На горячую Вчера Или Позавчера Демонстрировал Товарищу Хвастался Что У меня Не было Этих Подергиваний Видимо Все Таки От Этого Немного Зависит Да Кстати Еще Такое Заметил Такую Вечь Значит Вот Он Бак Бак Говорят Что Значит Дастер Считает Бак По количеству Потраченного Топлива Ну то есть Ты ездишь Такой На газу У тебя Постоянно Уменьшается Показатель Топлива В баке Вот он Слева Значит Господа Наверное Так Оно И Есть Если У вас Он Не Больше Чем Наполовину Заполнен Я Не пробовал Не смотрел Значит Вот там Вот Такая Рисочка Есть Посередине Это Отметка Ровно Половины Бака О чем Речь Вообще Собственно Говоря Если У вас Будет Меньше Чем Эта Рисочка В баке Топлива То Ну да Вам не повезло И он Будет Отсчитывать Вам Короче Говоря Топливо Как будто Вы ездите На бензине В итоге Он запищит Загорится Лампочка Что у вас Нет бензина В баке Хотя он Есть Значит Помогает Спасает Заправка Хотя бы Литров Десять Пять Не прокатит Литров Десять Заправляете И перестает Пока Опять Вы Типа Не Выкатит Но Если У вас Больше Чем Половина Будет Заправлена То Такой Ситуации Не Будет Показывать Нормальные Вещи Я Считаю Вообще Что Это Правильно Может Кому То Показаться Что Это Неудобно Но Господа Хочу Напомнить Что Ваш Топливный Бензонасос В Баке Который Установлен Постоянно Работает Когда Вы Ездите На газу В том Числе Он Нагоняет Давление Все Равно Бензина Это Его Цель Миссия И Основная Задача И Если У вас Будет Меньше Половины Топливного Бака Бензина Ну Есть Шанс Что Как бы Ваш Бензонасос Выйдет В итоге Устроен Да Это Шанс Незначительный Но Он Есть Поэтому Держите Если Вы Собираетесь Эксплуатировать Дастер На газу Держите Газ Просто Держите Бензин Больше Чем Половина Топлив Топливного Бака Ну Ничего Один раз Там Выкинули 2000 Рублей Заправились По человечески И Ездите Себе Спокойно Ничего В этом Такого Страшного Нет Так Сейчас Вот Здесь Есть Место Приостановиться Останавливаемся Смотрим Двигатель Уже Нагрелся Так Давайте Сначала В нейтрале Переключаюсь Вот Смотрите Вот Она Прогрелась И Ничего Не Происходит То есть Стрелочка У нас На месте Вот Сейчас Бензин И Обратно На газ То есть Все Порядочек Все Настроено Все Работает Все Дышит Своим Наладом Ну Давайте Еще Попробуем В положении Драйв Это Было Это Было В положении Паркинг Вот В положении Драйв Сейчас На газу Работает Переключаемся На бензин Нормально Все Переключаемся Обратно На газ Все Нормально То есть Ну Как сказать Правильно Наверное Такое Плавное Переключение Не Является Там Прям Эталоном Идеальной Работы Газа Суть Наверное Не в этом Но Для Комфорта Это Важно Чтобы Вы Это Комфортно Вы чувствуете Что с вашим Двигателем Ничего не происходит Что ему Комфортно В обоих Режимах Работать И вам От этого Тоже Комфортно А по Поводу Тут Вот тоже Вопрос Недавно Прилетел По поводу Там Карты Прочего Газ Бензин Потом Чтобы Не горели Клапанатом И так Далее Господа Вот это Оборудование Digitronic Maxi 2 Я не то Что там Его Рекламирую Ни в коем Случа Мне ничего За это Не платят У меня канал Такой Семейный Домашний Обычный Без Всякого Даже Намека На Производственные Масштабы Какие Значит Я о чем Оборудование Digitronic Возможность Вам Отсекать Газ При определенном Количестве Оборотов Горят клапана Когда на газу Когда люди На газу Еще если он Неправильно Настроен Ну не совсем Ровно Или корректно На газу Дают Большое Количество Оборотов Что происходит Клапанат Клапанат Система Все работает В прежнем Режиме Но газ Сам по себе У него Горение Медленнее Чем у бензина То есть Понятно Я думаю Что не нужно Комментировать Что происходит Но я все таки Прокомментирую Так как газ Горит Медленнее То на большом Количестве Оборотов Соответственно Происходит В минуту Очень большое Количество Возгораний Да Там Двигателя Внутреннего Короче говоря Просто видел Там ролики Как это все Происходит Тоже на ютубе Можете посмотреть В общем то Пламя Стоит в трубе В выхлопной То есть Газ Уже При большом Количестве Оборотов Он уже Не успевает Догорать Весь в силиндре Он уже Догорает Просто После клапанов После выпуска В самой трубе Он там Догорает Соответственно Эксплуатировать Машину При большом Количестве Оборотов На газу Нельзя И Оборудование Диджитроник Вам позволяет Сделать Отсечку Как на обороты Так Вот я лично Делаю Так и на давление То есть Когда у нас Тахометр Будет показывать Больше чем Три с половиной Тысячи оборотов Машина Автоматически Переходит На бензин И так как Этот переход Как я вам Только что Показывал На холостых Осуществляется Плавно Водитель Ничего Не понимает И не подозревает Даже То есть Он продолжает Ехать Как ехал А то и Лучше Потому что На бензине Немного И Ну и все Собственно говоря Это Первая Отсечка По оборотам Там вообще Там есть несколько Но вот я лично Что я настраиваю Мне нравится Вот по оборотам И по давлению Что значит По давлению Это когда Вы допустим Едете В большую горку То есть У вас Малая Малая скорость Малые обороты Но Но давление У вас Огромное В этот момент Потому что Вы давите Педаль газа Воздуха Туда заходит В коллектор Много Соответственно Давление В коллекторе Колоссально Большое И Я считаю Что в этот момент Когда Вот Вы в горочку Либо в горочку Либо какой-то резкий Обгон Да Ну аналогичные Практически Ситуации Я тоже Сделал До впрыск То есть До впрыск Бензина То есть Смотрите Если у нас При оборотах Машина Просто Переходит На бензин То есть Нет смысла Там До впрыск Какой-то Делать То При Давлении Осуществляется До впрыск Газа Я поставил Короче говоря От В зависимости От количества Давления Там такая Лямда График Если хотите Можете посмотреть На ролике Про Опель Мока Там все это Показано Там График Значит И в зависимости От давления Чем больше давления Тем больше И до впрыск От нуля До 90% То есть Как это работает Вот Допустим Давление Среднее И Горка Там К примеру Процентов Уклон Процентов 40 Вы едете На первой Передаче Ну В общем-то Едете На первой Передаче Пытаетесь На нее Заехать Давление Среднее И В этом Случае Ну Соответственно Где-то 45% Бензина Вам Газовые форсунки Работают На 55% От прежнего То есть Количество От прежнего Количества Газа Они Дают 55% Вернее От нужного Не от прежнего А от нужного И Подключается Бензиновая Форсунка Которая Тоже Дает От нужного Количества Бензина 45% Итого Вашего Количества Топлива Все-таки Будет 100% Как и Было Но Он Будет Смешанный То есть Бензин Плюс Газ Значит Что Это Дает Это Вот Как раз Таки Дает Тот Момент Когда У вас Будет С помощью Бензина Догорать Весь Газ В В В В В Камере Сгорания А Не В Коллекторе И Плюс Это Хорошо Так Повышает Мощность Я Вообще По Этому Поводу Я Б Такой Что Наверное В Следующей Жизни Сделал Б Себе Смешанную Смешанный Тип Топлива И Ездил Всегда Потому Что Мощность Просто Колоссальная Но Это Все Кратковременно То Нельзя Но Мне Так Кажется Что Не Нужно Пока Это Оборудование Не Готово К Этому Ездит Постоянно Надо Впрыски Не Стоит Ну И К тому Же Это Не Очень Будет Хорошо Для Форсунок Которые Что Те Что Те Будут Работать На Каких То Предельно Низких Мощностях Ну В общем Как то Так Друзья Уже Бла Бла Затянулось На 20 Минут В общем Смотрите Настройку Смотрите Ролики Кому Интересно Даже Можете Подписаться И поставить Лайк Значит Место Для Установки Я выбрал Здесь Протягивал Провода Снизу Из Под Капотом Вот Отсюда Ну И Установка Я Максимально Доволен Это То Что Надо То Что Я Хотел И Я Это Получил Всем Спасибо Всем Пока До Новых Встреч До Свидания Субтитры Субтитры